Добрый вечер! Сегодня понедельник, 13 июля. Самая макушка лета. И в эфире программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса». События «Люди-мнение» в студии Ирина Нежина. Из сегодняшней нашей программы вы узнаете, как прошли два праздника. Первый, конечно же, праздник моря. И второй праздник, праздник тропил. Это о том, как дети с особенностями в развитии центра Цинденш увидели свой будущий новый дом. В преддверии праздника моря в Венспилсе в небольшом дворике дома-музея Герберта Дорба было оживленно. Маленькие венспилсчане вместе с педагогами пришли сюда, чтобы принять участие в творческой мастерской. Название мастерской «Крылья морских птиц» – это цитата из стихотворения для детей Герберта Дорба. И дети изготавливают птиц из бумаги. Мы помочь пригласили близкого друга музея Инту Белта. Она активистка нашего музея и всегда приходит и участвует во всем. Ей нравится работать. Работать особенно с детьми. Работники музея стараются заинтересовывать своими программами не только взрослых, но и подрастающие поколения. Все, кто хоть раз побывал в доме музея Герберта Дорба, отмечают особую атмосферу, которая здесь царит. Здесь уютно, спокойно и по-домашнему. Сегодня у нас гостят воспитанники дошкольного образовательного учреждения Эглеты. И у нас так приходят дети с воспитателями. А когда у родителей выходные или отпуск, дети приводят их сюда. Совсем недавно в музее побывали воспитанники Центра поддержки детей с особыми потребностями Цимдинж. Ко встрече с маленькими воспитанниками Эглеты работники музея готовили заранее. Они сделали из разноцветной бумаги заготовки птиц, принесли клубочки шерсти, ножницы и клей. Дети на мастерской выбирали сами, что они будут делать – птиц или кораблики. Эти птицы были задуманы для другого праздника. Но поскольку в жизни как есть, так есть, мы подумали, а почему эти птицы не могут подойти для праздника моря? Ведь есть и морские птицы. И я думаю, что детям это интересно. Этим летом запланировано еще несколько интересных мероприятий. И работники музея надеются на то, что они обязательно состоятся. Ведь к каждому мероприятию здесь готовятся и вкладывают все свои силы и душу. У нас в сотрудничестве с Венспольской музыкальной библиотекой запланировано 21 июля мероприятие. Мы будем петь народные песни. Людям не хочется сейчас петь в помещении. Они хотят петь на природе. И они придут к нам в музей. Это будет 21 июля в полшестого вечера. А уже 24 июля состоится встреча с представителями семьи Шама. Во время праздника города у нас пройдет встреча с лепойской художницей Агнесой Рудзите. Дом музея Герберта Дорба – это сердце Галлин Семса. Так считают и живущие здесь люди, работники музея и венспилсчане. Двери музея всегда открыты тем, кто с чистым сердцем и душой хочет узнать что-то новое и интересное. Для кого это не просто стены, а действительно дом предков с уникальной аурой и историей. Праздник моря – один из любимейших праздников венспилсчан. Ведь наш город морской. Здесь живут рыбаки и моряки. И именно в этот день их чествуют и вспоминают тех, кто сейчас находится в плавании. В этом году праздничные мероприятия проходили по большей части на воздухе в прибрежных районах города. Начался праздник с минуты молчания у памятника морякам и рыбакам. А на рыночной площади уже с самого утра царила праздничная атмосфера. Венспилсчане, группы туристов, гости города все, несмотря на ветер и пасмурную погоду, с удовольствием слушали участников разных музыкальных коллективов города, подарком которых в этот день стал концерт. Я вообще хочу сказать, что я живу в Венспилсе 19 лет и на моей памяти это впервые такая погода на праздник моря. Но в этом есть своя изюминка. Я думаю, что сегодня мы как никогда можем ощутить, как ощущают себя моряки, рыбаки, находясь в море. Я представляю, как их сейчас там болтает и штормит. Мы передаем им огромный привет и мы очень уважаем эту профессию. А нам что? Ну нам хорошо в любом случае. Песня она заряжает, зритель добрый, теплый, несмотря на прохладную погоду. Все отлично. Я живу в Венспилсе третий год. Я никогда не была в Венспилсе на празднике моря. И вот для меня теперь праздник моря будет вот всегда, наверное, таким. Ассоциироваться на ветру, там шквал, дождь, вот буря начнется. Ну вроде как ничего, да? Ну мне понравилось. По словам директора Венспилского рынка, они рады тому, что несмотря на сильный ветер и не совсем летнюю погоду, в город приехали торговцы из ратных частей Латвии и из Литвы. В сотрудничестве с Венспилским центром культуры на рынке в этот день звучали не только песни. Посетители рынка могли принять участие в интересной викторине и получить вкусные подарки. Мы в сотрудничестве с центром культуры вместе придумывали, что нужна музыка, праздничное звучание и веселые конкурсы. И мы рады, что конкурс получился. И люди с удовольствием в нем принимали участие. И пусть в этом году праздник моря не такой большой и мероприятия не проходили, на осте с променаде у нас на рынке был свой небольшой праздник моря. На рыночной площади на праздничном концерте выступали ансамбль лифской песни «Рандолист», ансамбль украинской песни «Мрия», ансамбль немецкой песни «Виндау», русские фольклорные группы «Здравница» и «Юрев день», ансамбль белорусской песни «Жировинка» и вокальный ансамбль «Татьянин день». Дом ремесел в этом году также подготовил праздничную программу. Правда, она отличалась от предыдущих лет. Ведь визитной карточкой праздника моря в Аматумае всегда были творческие мастерские, выступления музыкантов и приготовления различных рыбных блюд. В этом году мы все подкорректировали и своими силами создали мастерства, в которых принимают участие ткачихи, гончары и другие мастера. И из природных материалов создаем картины. И как во время пандемии мы готовим мыло, чтобы у людей всегда были чистые руки. Делаем мыльницы. Так что вот такой у нас творческий праздник моря. «В дом ремесел в этот день пришли семьи с детьми. Родителей больше интересовались исторические факты, а дети могли поработать на ткацких станках, как это делали в старину. Такие творческие мастерские интересны юному поколению, привыкшему к гаджетам и новым технологиям». «Потому что они учатся все правильно делать, и это очень интересно». Приморский музей под открытым небом также подготовил свою программу на праздник. Здесь можно было разместить достаточно большое количество человек, соблюдая правила безопасности и дистанцию в два метра. «Да, праздник состоялся, несмотря на то, что с утра был довольно сильный ветер. Он и сейчас есть, но люди идут, и я думаю, их будет все больше и больше. Видите, там, где варят суп, высорилась большая очередь. Выступали танцоры, было здорово. Так что, думаю, праздник удался. Праздничные мероприятия проходили в разных местах города. И в Приморском парке, где выступали венспилские детско-юношеские коллективы, в театральном доме Юра Сварты любители искусства и живописи могли посетить день открытых дверей одной работы Мариты Клуши на выставке «Резюме». Проходили и спортивные мероприятия. Но самое главное, праздник состоялся и подарил венспилсчанам и гостям города хорошее настроение и незабываемые впечатления. Прощаясь с праздником моря, надо отметить, что большинство мероприятий прошли в Приморской зоне. Именно здесь можно было наслаждаться концертами, работой творческих мастерских, базарчиками. Проходили разные спортивные мероприятия. В связи с объявленной в Латвии чрезвычайной ситуацией, мы уже за два месяца планировали мероприятие праздника моря в соответствии с требованиями Кабинета министров, чтобы соблюсти дистанцию в два метра. В этом году не состоялись мероприятия праздника на променаде. Конечно, жаль. Но все равно мы придумали, как для зрителей организовать все необходимое. Конечно, у нас праздничное настроение, так как вокруг певцы, город красиво украшен, этому мы радуемся. Сильному ветру не удалось испортить праздничное настроение, но организаторам мероприятия все же пришлось столкнуться с различными сложностями. Ветер внес изменения в нашу программу. Мы пытались подстроиться под погодные условия. Концерт биг-бенда, к сожалению, не смог пройти. Его пришлось отменить. В этом году праздник моря в Энспилсе отмечался немножко по-другому. Не так, а в прошлые годы. Но участников концертов и других мероприятий это нисколько не смутило. Все получили большое удовольствие. В Энспилсе на улице Кулдегас-4 отметили праздник Стропил. Здесь будет новый дом для детей с особыми потребностями. Все помещения для этого центра в два раза больше и просторнее, чем в старом здании. И что немаловажно, приспособлены для клиентов именно с такими потребностями. Здесь мы одним выстрелом убиваем сразу нескольких зайцев. Для детей очень удобные помещения. Рядом автовокзал и остановки общественного транспорта. Бассейн. Парк водных приключений. Олимпийский центр. И далеко до всех этих объектов, которые посещают дети центра Цинденьш. Рукой подать. Сотрудники центра и дети не могли скрыть радости. Уже целый год, как у них сложилась традиция, посещать это место раз в месяц. Сам дом, он очень уютный. Конечно, и то здание, что есть у нас сейчас, тоже хорошее. Но этот дом, он действительно нас ждет. Раз в месяц мы приходим сюда, чтобы угостить строителей чем-нибудь вкусненьким. Одновременно дети запоминают маршрут и думают о том, что скоро надо будет перебираться сюда. Они также видят, что нового произошло в строительстве их будущего дома. Дом на улице Кулдегас-4 и его двор будет оборудован и оснащен под нужды детей с особыми потребностями. В отремонтированных помещениях и дети, и родители, и сотрудники будут чувствовать себя намного лучше, чем на прежнем месте, где помещения были маленькими и тесными. Все услуги, которые будут оказывать этим особым ребятишкам, станут более полноценными. Новый дом несколько раз больше прежнего. Особенный здесь двор. И это очень важно, потому что у нас много клиентов. Этот дом, он не будет пустым, он всегда будет заполненный. Всех поделят на группы. Одни пойдут на занятия, на открытый воздух, другие в помещениях. Самое главное, что это здание приспособлено именно для нужд наших детей. Архитекторы все предусмотрели. Работы планируется закончить к концу этого года. Реализуя этот проект, в центре Старого года появится еще одно красивое реновированное здание. И это были все новости на сегодня. Доброго вам вечера. Встретимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова